Ольга Амелина уже 15 лет в педагогике. В первом детском саду работает с его открытия. На время самоизоляции малышей здесь принимают три дежурные группы. Приходят дети из соседних садов, всего сейчас их 17. Каждому важно найти подход и помочь адаптироваться в новых условиях. Наша главная задача – это пройти правильную адаптацию. Адаптация начинается с хорошего расположения детей друг к другу. От этого очень важно зависит, как воспитатель к этому сам отнесется. Мы, конечно, стараемся найти какие-то коллективные общие игры, заинтересовать их чем-то. Впрочем, малыши сейчас в таком возрасте, когда быстро привыкают и к новым людям, и к новому месту, говорят эксперты. Павел Шмыгалин привел сюда сына в этот понедельник, потому что сам вышел на работу. Малыш сначала чувствовал себя неловко, но после добрых слов воспитателя и улыбок новых друзей стал увереннее. Мы живем здесь неподалеку, приходим в садик, в дежурную группу, так как мы работаем, поэтому нам приходится приходить в дежурную группу. А вообще так нас все устраивает, потому что живем очень рядом, удобно. Первым делом, когда малыш пришел с улицы, мыть руки. Давай капельку мы закапывай на ручке. Хорошенечко возделай такую лодочку, опусти под водичку, опускай под водичку. Каждому ребенку измеряют температуру, как на входе в детский сад, так и в группах. Каждые два часа помещение обрабатывают, во всех группах работают бактерицидные лампы. Несмотря на то, что сейчас малышей не так много, готовят для них на кухне прямо в саду. При необходимости попасть в дежурную группу может любой ребенок. Эксперты обращают внимание, что в поликлинику за медицинской справкой идти не нужно. Малыша смотрят в детском саду. Здесь в постоянном режиме функционирует медицинский кабинет. Достаточно только заявления на прием от родителей и письма из вашего детского сада. С начала недели в дежурных группах самарских детских садов стало больше на 800 воспитанников. Мы готовы обеспечить прием детей во все детские сады и дежурные группы, не только в муниципальные, но и в частные. Чтобы наши родители, которые в этот момент заняты на производстве или задействованы в других сферах, могли спокойно работать. Функционирует дежурных групп в муниципальном округе Самара, конечно, находится под регулярным, ежедневным контролем департамента образования. Даже лично под моим контролем. Каждый день специалисты выезжают на проверки в самарские детские сады. Кроме того, в социальных сетях можно найти номер мобильного телефона руководителя департамента и при необходимости обратиться лично к ней. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Мария Левина, Василий Калдашов.